В Шадринске в администрации города состоялась церемония вручения бронзовых, серебряных и золотых знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Всего в этот день вручили 138 наград – 93 золотых, 36 серебряных и 9 бронзовых. Среди награжденных – как дети в возрасте от 9 лет, так и пенсионеры, которые своим примером показывают, что спорт – это не только удел молодых. Спортом занимаюсь уже более 15 лет. Спорт – это number one в моей жизни. Работаю тренером сейчас в тренажерном зале. Ну и, конечно же, бег всегда в моей крови, не бросая бег. Бегаю за завод на данный момент. Поэтому спорт, еще раз спорт. В Заворольском колледже физической культуры и здоровья у нас много выдается золотых знаков отличия от ГТО. Я решил тоже не отставать от студентов и попробовать свои силы сдать этот норматив. У меня есть старые значки ГТО, которые еще в часть школы я получал тоже золотые значки. Поэтому в моей коллекции появился сегодня новый знак, такой золотой. Выполнить норматив может любой желающий при наличии медицинского допуска. Сдающие ГТО проходят обязательные тесты и испытания по выбору. В ходе тестирования определяются скоростные возможности, выносливость, сила и координация, а также владение прикладными навыками. В будущем обладатели золотого значка ГТО имеют дополнительные бонусы. Для выпускников школ им дают дополнительные баллы при поступлении в вузы. Рабочим, служащим людям некоторым, кому-то денег в отпуск. Бывает зарплата, плюс идет какая-то премиальная. Также в рамках церемонии вручили награды призерам Кубка ГТО среди общеобразовательных школ города. Чемпионом по количеству полученных знаков отличия в 2018 году признан лицей номер один, на втором месте гимназия номер девять, на третьем школа номер восемь. Напомним, что комплекс ГТО предусматривает различные нормативы для разных возрастных категорий. Всего их 11. От детей 6-8 лет, младшая группа, до ветеранов за 70 лет и более.